Добрый вечер, дорогие друзья! В общем, хотела не снимать такое видео, ну, видео, ну, я даже не могу, у меня настолько бурлит всё внутри, мне обидно, мне досадно, я вообще не понимаю, почему и за что мне прилетают вот такие комментарии. Я, мало того, что я сегодня плохо себя чувствую, постаралась снять подобное видео, потому что меня просили, ждали этот комментарий, а в связи с тем, что, ну, у меня последние дни, скажем так, такое состояние, что я не мастер-классы, которые обещала снять, не могу снять и так далее, а после сегодняшнего дня вот просто отбивайте, отбили мне руки по самое не хочу, как говорится. Если вы обратили внимание, я отключила комментарий, потому что в течение часа получила столько негатива, негатива, это просто, я не знаю, у меня нет слов, одни только остались эмоции. Значит, сказала в видео, что вот там, допустим, я как-то там неправильно слова говорила или ещё что-то, чтобы люди, те, которые как бы пришли, учителя русского языка, чтобы прошли и закрыли это видео и пошли дальше. Нет, значит, я говорила, что я примерно считаю, что я недосконально там, что считаю я в уме, и пятое-десятое пишут, хватит сживать, и что только не писали, это вообще, я даже не могу, я если сейчас начну перечислять, меня просто трясочка начнёт бить. Я вот не понимаю, почему, почему такое отношение потребительское, это первое, второе, и такое неуважение, это почему вот как бы можно подумать, я с этих людей взяла деньги, можно подумать, что у нас, у блогеров монетизация подключена, мы, можно сказать, просто за спасибо, бесплатно даём информацию, делимся своим опытом, если вас что-то не устраивает, закройте и пройдите мимо, пройдите мимо спокойно, зачем оскорблять, зачем какую-то гадость говорить, вы что, считаете, что вы умнее меня, что ли? Ну, если вы такие, открывайте каналы, создавайте мастер-классы лучше, чем мои, может, и я приду и буду учиться у вас, в чём же дело, я не понимаю, для чего писать мне всякую гадость, для чего, скажите, за что? Я говорю просто, вот отбивает руки, по самое не хочу, я и так уже на нет свела мастер-классы, и скорее всего, что с Нового года этих мастер-классов вообще не будет, может, от меня после этого видео отпишутся, кто-то отпишется, потому что некоторые мне пишут, что отписались, подписались, что-то там слушали, не устроила, а потом думая, ладно, вернусь и так далее, как будто мне кто-то что-то сделал, какое-то одолжение. Друзья мои, вот надоело вот это вот всё, честное слово. Я говорю, что и так тяжёлая обстановка кругом, везде идёт прессинг со всех сторон, но для чего вы ещё добавляете его, а? Да, ведь это не с других там стран люди писали, а писали наши русские, на русском языке писали. И я говорю, вот просто нет слов, с вас не берут деньги, вам даётся бесплатная информация. Раньше мы хоть получали там какую-то копейку, и я говорю, ладно, это бы русские были. Мы сейчас выживаем за счёт того, что иностранные зрители нас смотрят, ну, я имею в виду, не россияне. Уже вот просто я не знаю, вот как обозвать такое поведение людей, вот как назвать это? Почему все такие злые? Почему все, как говорится, видят соринку у другого в глазу, но бревна в своём глазу не видят? Прежде всего, я считаю, что этот человек, который мне, а он не один человек, он прежде всего не воспитан до такой степени, что переходит на хамство, на такие, я не хочу даже говорить вот всё то, что я хотела ставить комментарии и всё остальное, но больше я не хочу, я сейчас вот это вот скажу, и я знаю, что посыпется столько камней мой огород, и столько всякого ещё я хлебну, но просто не сказать об этом я не могу. Если я сейчас не выскажусь, я просто опять там слягу буду с давлением, и совсем на свете буду в себе это переживать, но я хочу сказать, люди, давайте будем добрее, давайте будем относиться по-человечески к друг другу, давайте уважать друг друга. Если мы наведём порядок у себя, тогда будет и вокруг нас порядок. Начните вначале с себя, с себя начните, я вас прошу. Я прошу прощения, конечно, у моего доброго зрителя, те, кто действительно воспринимает нормально, кому действительно эта информация, как говорится, нужна, и для кого я конкретно выставляла. И ведь в начале видео я сказала о том, что это для тех, кто задавал мне вопросы, и я даже до конца там не стала, я же говорю, я, можно сказать, что скелет рассказала, каким образом я быстро делаю расчёты. Ну, не нравится вам, ну, не смотрите, ну, не слушайте, но уже же все говорят абсолютно, вот блогеры, и особенно в последнее время, ладно там вот раньше там налетали со всех сторон, чего только не говорили, и всё остальное. Угомонились те, теперь начались, стали прилетать вот эти. И я говорю, вот просто обидно, вот просто обидно, я говорю, и после этого ничего не хочется, не для кого, хочется вот сидеть, просто вязать самой для себя, и я же говорю, в лучшем случае там показывать, как многие девчонки делают. Выставили, показали, рассказали, как идеи, и всё. Я говорю, у меня столько мастер-классов на канале, всё это бесплатно. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Всегда говорю, во всех комментариях всегда говорю, вяжите в удовольствие, и так далее, и так далее. Нет, всё равно чем-то недовольны вечно, что-то не устраивает, то я не так говорю, то я гэкаю, то я заикаюся, то ещё что-то, то я не подготовилась, то пятое, то десятое. Просто уже, вот я же говорю, как в том этом ведро копится, 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 а потом оно через верх переливается. И вот уже просто, я же говорю, до такой степени, вот это, наверное, была последняя капля, потому что настолько вот стало мне обидно, что... Ведь это не просто вот так, как сейчас сесть, 15 минут там или 10 наговорить, рассказать вам, и всё. А это нужно как бы дать расчёты, всё это показать, объяснить. Попробуйте вы это сделайте, попробуйте, сделайте, выставите, чтобы вы там не жевали, чтобы у вас всё хорошо получалось. Если вы это умеете, так сделайте вы это. Почему вы ходите по каналам и указываете, как и кому и что нужно делать? Почему это происходит? И если бы это был один такой комментарий, я вот сидела просто-напросто и удаляла, 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 потом я закрыла комментарии. Они заходят под другие видео, пишут. Что вы закрыли комментарии? Ну как вы думаете, пришлось заблокировать? Ну это ж вот, я не знаю, честное слово, я же говорю, у меня такое возмущение. И как теперь вот ещё после этого успокоиться? И опять же я повторяюсь, я не понимаю за что. Вот за что. Человек мне заплатил деньги и потом предъявляет претензии, что я за эти деньги что-то ему не сделала, да? Это я понимаю. А здесь у тебя даётся бесплатная информация. Что-то не нравится, закрыл, пошёл, нашёл то, что тебе нравится. Не представляю, честно, я не представляю, почему такие люди. Вот, ну почему? В общем, я сказала всё, что я хотела сказать. И просто я ж... Теперь буду задумываться, нужно мне что-то такое делать, подобное. Нужно ли мне выставлять какую-то полезную информацию или нет сейчас вот это всё то, что я отдала, ну вернее, должна, обещала, отдам, а потом уже не знаю. Может, отойду, может, не отойду, не знаю. Сразу думки уже в голову лезут всякие, потому что... Ну, я уже честно, не выдерживаю вот такого хамства со всех сторон, он просто нет вот... У всех осеннее обострение там и всё, а у блогеров не бывает никаких ни обострений, ничего. Мы должны быть стрессоустойчивы, мы должны воспринимать как данность это всё. Зачем вы, блогеры, пошли? Вы же знали. И каждый учит, каждый учит. Они, значит, такие умные, они всё знают, а мы вот должны всё это выслушать, всё это перемалывать и спокойно сопеть, как говорится, в две дырочки. Так, ладно. Я могу бесконечно об этом говорить, потому что накипело, очень сильно накипело. Но я это сказала для того, чтобы, друзья мои, друзья мои, ещё раз повторюсь, загляните в себя, те, кто... Вот не те, которые действительно замечательные, столько у меня замечательных людей, подписчиков, которые действительно замечательные. А те, которые вот такие, вы подумайте над своим поведением, загляните в себя и начните прежде всего с себя, а потом указывайте другим, как и что делать. Продолжение следует...